То, что вчера происходило на блокпосту, стоишь с открытым ртом и не понимаешь, как возможно такое в цивилизованном государстве. Как люди, которые в компании с народным депутатом, я был вчера удивлен, которые говорят мне в лицо, мы будем завтра искать твои семьи и вырезать твоих детей. Это уже документованно. Ее брали в плен и требовали, чтобы я туда вернулся, потому что мной было вывезено оружие с двух райотделов и с городского управления. И оно добралось до города Мариуполя благополучно. Это уже в 2014 год лето было. Я прошу понимать вчерашними действиями, хорошо, что оно так закончилось, что не было сильного кровопролития. Хотя уже мой коллега, который выступал до этого, сказал, что были все основания применять огнестрельное оружие. Народный депутат должен был понимать, что своими действиями, своей умышленной провокацией могли такие последствия, необратимые. Два, три человека, десять человек, это не на всю страну, правильно? На весь мир произойти какие-то неповторимые последствия. Около 19 часов подъехала колонна, сопровождаемая народным депутатом, из 13 машин. Начальник полиции города Славянска пошел общаться с народным депутатом с одним единственным законным требованием. Выполнить прохождение колонны данных лиц, которые с ним прибыло. Согласно инструкции, объяснил людям, что всего лишь нужно предъявить документы к осмотру и предъявить транспортные средства, на которые они прибыли, к внешнему осмотру. На что вышел Поросюк, народный депутат, с матом, с оскорблениями, в сторону полицейских сразу же мрази, чмошники, сепаратисты, попытался самостоятельно прорываться через кордон. Товарищи народные депутаты, я являюсь добровольцем с 2014 года. Ситуация дальше развивалась следующим образом. Через мегафон мои сотрудники подразделения перегородили дорогу с целью, чтобы все-таки автотранспорты и люди, находящиеся в них, исполнили законные требования и прошли, как все, все люди, включая вас. Я встречал многих вас на блокпостах, которые с водителями и сопровождающими людьми прибывают в зону АТО, предъявляют свой мандат. Остальные предъявляют устоверение, багажник открывает водитель, естественно, и проезжают с миром дальше. Вот с этой целью, чтобы не допустить провоза оружия, выполнить требования штаба антитеррористической операции. Перегородили дорогу, я стоял, разговаривал по телефону спиной, услышал, что Поросюк сказал через мегафон всем по машинам движение, и здесь же я ощутил удар по ногам, бамперам, в пылу, я не помню, кто это сделал, сказал, что развернулся, естественно, оружие и все остальное развернулся, при мне было, и сказал, что ты делаешь, выскочил Поросюк, было темно на самом деле, в кепке, набросился с кулаками. Я говорю, что ты такой, что ты делаешь? Я народный депутат, я ему попросил предъявить свой мандат. Побежал в машину, взял мандат, я говорю, вы проезжайте, остальная колонна пройдет по инструкции. После этого набросился на остальных с кулаками сотрудников, была линия, с целью спровоцировать драку. На провокацию на эту не поддались, поняв, что не получается у него ничего раскачать, мегафон побежал за мегафоном, дал команду, всем выйти с машины, создал боевую такую группу из 40-45 человек, и дал команду нецензурной бранью, не буду повторять, бейте их. Сотрудники полиции, буду говорить правду, предупредили, не подходи, придернули затворы. Не повлияло на это. Так как они в притул приблизились, огонь вести, даже предупредители не имели возможности. Либо по ногам могли пострадать, и мы, и нападавшие от рикошета в воздух, не могли уже поднять. Пистые автоматы я дал команду в сторону, и отодвинуть на 3 метра дал команду. После этого со стороны массово газовые баллончики были использованы в притул. Три сотрудника у меня, моего подразделения, с сложнейшими, сейчас находятся в Славянске сложнейшими ожогами глаз и лица. Дальше я увидел, что некоторые из нападавших схватили за оружие, некоторые их держали, сотрудников полиции, на котором было это оружие, один стаскивал. Слава Богу, то есть пытались завладеть. На самом деле, причин для применения огнестрельного оружия согласно 46-й статье о национальной полиции у нас было предостаточно. Предостаточно. Просто, если бы мы это сделали, я понимаю, что была бы большая беда. Своими действиями данный ваш коллега, народный избранник, мог привести к необратимым последствиям. Просто была бы беда в масштабах страны. После этого отбили, завязалась драка между нападавшими и сотрудниками полиции, в результате которой все-таки мы оттеснили их на три метра. И уже еще раз я обратился к тем, кто нападал, что давайте выполним эти. И уже по одной машине, хотя бы визуально, мы пропускали, что в салонах ничего нет визуально. Начали пропускать, дал он команду, тем не менее, опять на прорыв, слева-справа пошли машины. Одного сотрудника моего сбил, при этом Поросюк, когда маневрировал с травмой ноги, тоже вчера выкачали жидкости из сустава, 15 функций. Гематомы нанес именно Поросюк, никто другой. Баллончиками он не брызгал, не будем врать, это брызгали другие люди. Гематомы моим сотрудникам, то есть он подходил. Мы беззащитны перед такой рода деятельностью. В одной руке мандат, второй рукой бьет, с ноги рукой бьет. То есть я считаю, не заслужили. У меня все в подразделении, все участники АТО, большинство воевало, почти все добровольцы. Угрожать Поросюк кричал лично мне и моим сотрудникам. Я вас всех, сука, понахожу, по одному переловлю и передушу. Не заслужили мы, товарищи народные депутаты, такого обращения ни со стороны Поросюка, ни с кого-то либо другого. Мы защищаем нашу родину, как можем на самом деле, в тяжелейших условиях. Не жалуемся мы на это. Вот просто такие действия приведут к беде большой. Мы остаемся верными Украине, верной своей присяге, верную народу и пытаемся все сделать, чтобы, по крайней мере, на территории Донецкой области, люди себя чувствовали в безопасности. Насколько это возможно? Вчера при вот этих действиях я увидел, что моего коллеги, граждане эти, пытались отобрать, завладеть огнестрельным оружием. Для того, чтобы этого не допустить, я оказал помощь коллеге и получил телесные повреждения. Удар в лицо металлическим предметом или кулаком, я не знаю, чем не видел, потому что я был нацелен на то, чтобы освободить нашего коллегу и не дать завладеть огнестрельным оружием. Завладение огнестрельным оружием могло бы привести, еще раз повторюсь, к тотальным последствиям с возможным применением его в правоохранительные органы. Когда колонна двинулась в пешем порядке, а также когда двинулись автомобили, когда начали сбивать сотрудников полиции, неизвестные лица, которые прибыли совместно с народным депутатом, хватали у меня оружие, пытались с ним завладеть, затянули в толпу, двое держало по бокам, третий снимал с меня автомат, всячески упирался, отбивался, выкручился как мог. Коллеги пытались меня вытащить, вытащили, один из которых получил повреждения по лицу металлическим предметом, также я находился в каске, также получал удары по каске металлическим предметом, звенит в ушах до сих пор. Я считаю, если бы указанные лица прошли соответствующие требования, которые были им предложены, предоставить свои документы для проверки, а также транспортные средства, указанного конфликта бы не произошло. Вот сейчас мы услышали то, что произошло вчера, от простых полицейских, которые, безусловно, выполняют свой борг перед государством, выполняют свои обязательства. На жаль, на сегодняшний день они не защищены перед нами. И когда на двоих боях выходят народный депутат с посвящением, и напротив него стоит полицейский, полицейский всегда програет. Но програет, но не полицейский. На жаль, програет страна и государство. Продолжение следует...